Доброго дня! Вы смотрите программу о животных на телеканале Самара Гиз. Хочу домой. Это программа о собаках, кошках и других животных, которым нужен свой дом. Мы рассказываем о приютах, о людях, которые помогают найти порядочных и любящих хозяев, выброшенным животным или рожденных под открытым небом. Итак, сегодня в программе, как всегда, вы увидите информацию о собаках и кошках, которым нужен свой дом, свой хороший владелец. Посмотрите, может кто-нибудь вам приглянется. Телефоны мы указываем в конце видеовизиток, но если вы не успели записать, то всю информацию вы можете увидеть в повторах программы или в социальных сетях. Далее, сегодня смотрим сюжет о работе и подготовке служебных собак в Росгвардии. И сегодня у нас гости в студии Александр Масленников и Александр Семенов. Этот тандем стал инициаторами создания проекта «Вот он, пес». Все правильно сказал? Да, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Итак, что за проект? Расскажите. Это проект для владельцев собак, просветительский. То есть мы рассказываем владельцам, как правильно взаимодействовать с собаками. То есть правила выгула, правила содержания, проблемы поведения. В общем, все аспекты, которые могут быть интересны человеку, у которого есть собака. Также там и ветеринары, и спортсмены. В общем, все вот эти вопросы мы пытаемся рассмотреть. То есть приглашаем спикеров различных, проводим мероприятия, сами участвуем в мероприятиях. В общем, рассказываем о собаках людям. Откуда взялась эта идея? Кто придумал? Идея взялась очень спонтанно и неожиданно. Мы с Александром вместе учились в школе, встретились на дне встречи выпускников. И она рассказала то, что у нее была мечта, она учится на кинолога. А у меня была есть маленькая собачка, у которой было очень много проблем. Я сказал, вот это ничего не помогает, не помогает. И Саша сказал, что на самом деле есть много инструментов и много всего того, о чем не знают собаководы. И вот тут у нас появилась идея, так давай создадим проект, который как раз и откроет все грани для собаководов нашего города. Как вашего псата зовут? Барт. Это Барт. Барт? Сколько ему возраст какой? Барту два с половиной года. Два с половиной года. Год назад он жил в приюте, попал в отлов, и из отлова я его забрал для своего ребенка. И он уже год живет с нами. По характеру? Спокойный. Просто спокойный, вечно спящий, отдыхающий пес. Сколько принимает участие людей в вашем проекте? То есть вы вдвоем и собака или еще кто-то? На данный момент основа у нас это пять человек. Это Александр, он в основном занимается коммуникацией с людьми, организацией мероприятий. У нас два кинолога сейчас и два фотографа, которые помогают нам делать фотоотчеты. И еще видео помогают снимать. Но также у нас много людей, которые нас поддерживают. Тут тоже кинологи, ветеринары, даже специалисты из разных сфер. Но как бы вот основа у нас пять человек. Хочу телезрителям сказать, что ребята уже были в нашей студии ровно год назад. Чуть раньше, наверное, год прошел. И, наверное, это своего рода ваш такой отчет. А за этот год что произошло? Какие изменения? И пересмотрели ли вы концепцию этого проекта? У нас также остается неизменным то, что мы проводим регулярные мероприятия, лекции. Приглашаем различных специалистов. Для всех желающих это все бесплатно. Плюс мы из новенького добавили групповые занятия тоже для всех желающих. То есть туда могут приходить владельцы с собаками, которых из приюта. И также владельцы, у которых собаки, может быть, породистые, там еще откуда. То есть для всех желающих тоже такие вот занятия. Что у нас еще произошло? Мы участвовали во многих мероприятиях, понятное дело. Вот с какими приютами вы общаетесь? То есть со всеми приютами нашего города или как-то так вот, или изборочно? Наши координаты есть практически у всех приютов городского округа Самары. Очень плотно мы сотрудничаем с такими, как Флагманвет. Проект Доброхвост. Тоже активно с ними сотрудничаем по этому направлению. Но наш номер есть реально у всех. Если кому-то требуется какая-то поддержка в плане, собаку забрали из приюта и есть какие-то проблемы у людей, то к нам обращаются. Мы всегда помогаем. С какими проблемами-то обращаются в основном? Самая частая проблема – собака не остается дома одна. Она все крушит, лает, мешает соседям, тянет поводок. Ну и часто из приютов собаки еще боятся. То есть это, наверное, топ таких проблем. То есть они боятся гулять, боятся новых мест, других собак, людей. Вот это, наверное, такие основные проблемы. Вот, кстати, да, действительно. А какие советы вы даете людям, которые только забрали собаку, и они еще не знают даже, как с ней общаться, как к ней подходить, как кормить и так далее? У нас сейчас появился специальный курс, это 15 видеороликов, который рассказывает полностью от и до по всем вопросам. То есть от того, как правильно выбрать, подобрать и забрать собаку из приюта до решения таких вопросов, как вот грызет, лает, тянет и так далее. И также у нас появился единый номер поддержки людей, взявших собак из приюта. Они могут в любой момент нам написать. И наши кинологи, ветеринары, специалисты им отвечают на все эти вопросы сразу. А вот, кстати, как вы доводите информацию до, скажем, до потребителя? Ну, сейчас хорошо работают соцсети, то есть люди подписываются, видят все наши анонсы, приходят. Хорошо работает сейчас сарафанное радио, то есть люди уже нас более-менее узнают и друг другу передают информацию. Также приюты сами делятся нашими контактами, и получается, что сейчас много людей уже знает, наверное. Мероприятие еще вот там проходило несколько выставок у нас про собак, про животных. Это ушел по хвост, друг человека. То есть мы везде участвуем, то есть люди подходят, спрашивают. А можно как-то вот сейчас сказать или определить какую-то статистику людей, которые воспользовались вашим проектом, которые приходили к вам, либо приходили на эти занятия? Вот какое количество людей примерно было? Ну, счет уже ведется на сотни человек. Это начиная от того, что кто-то приходит на какую-то конкретно интересующую лекцию, и заканчивая людьми, которые посещают все лекции без исключения. Также у нас есть уже ряд примеров людей, которые готовились приобрести собаку, прошли наши курсы и лекции, завели после них правильно, грамотно. У нас есть много людей, которые приходят, и они готовятся стать собаководами. То есть они планируют в будущем, и вот для этого они ознакомливаются, посещают все наши мероприятия, чтобы быть уже подготовленным и ответственным собаководом. Короткий вопрос и короткий ответ, потому что время у нас подходит к следующей рубрике. А вот смотрите, чаще всего к вам люди обращаются до того, как взять собаку, или уже после, как взяли собаку? После. После, да? Когда уже проблема появилась, чаще всего, тогда обращаются. А много людей, которые отказываются от собак, даже посетив ваши курсы? Мы не знаем ни одной такой истории. Ну, по крайней мере, мы не знаем. Не знаю такой ни одной истории. Ну что ж. Итак, предлагаю посмотреть нашу традиционную рубрику «Видевизитки». Еще раз посмотрите, и может кто-нибудь вам приглянется, или просто передайте информацию своим друзьям и знакомым, которые хотят завести собаку или кошку. Смотрим. Крупный, но самое главное добрый. Нашли его в прошлом году в селе Тимофеевка, истощенном, грязным и с клещами. Отмыли, откормили, вылечили. И сейчас ему ищут хорошего хозяина. Зовут этого пса, Рич. Ему около полутора лет. Пес достаточно флегматичный. Хотя иногда бывает с порыва настроения. Играть очень любит. За мячик Родину продаст. Мячик может отнять даже у ребенка. Но при этом детей любят. Может позволять там часами терпеть, пока они его тискают. К мужчинам относятся, конечно, осторожно. Кошек игнорируют. К собакам и так, и так. Но пес очень контактный. Любит гулять на поводке. Адекватен к командам. Обратите внимание на этого красивого и доброжелательного пса. Заберите его домой. Содержать его можно не только на улице, но и в квартирных условиях. Звоните 8-917-012-8777. Черный кот с мягкой и блестящей шерстью. Нашли его год назад. Худого, голодного в подвале вместе с мамой кошкой. Откормили, подлечили. И сейчас ему требуется хороший, ответственный владелец. Обратите на него внимание. Ему около двух лет. Характер спокойный. Он любит полежать рядом с человеком. Любит помурчать. Любит, чтобы его погладили. Зовут кота Бакс. Напомним, ему около двух лет. Проживает в настоящее время в квартире. Очень ждет своего нового владельца. Позвоните, пожалуйста, по телефону 8-927-201-9013. Обратите внимание, может, кто-нибудь видел или знает владельца этой таксы. Ее нашли в начале января. И волонтеры активно ищут ее владельца или уже нового хозяина. Зовут таксу Барси. Но это не ее первичная кличка. Она очень игривая. Она очень любит детей. Она всех целует. Но сейчас она немножко стрессует. А так собака очень игривая. И по характеру вообще щенок на самом деле. Ей не больше двух лет. Она играет в игрушки, обнимается с детьми. То есть там, где она сейчас живет, есть вторая собачка. Они играют, дружат. То есть она у нас просто немножко сейчас боится в такой незнакомой обстановке. Обратите внимание на таксу. Может, у кого-то потерялась такая порода собаки. Или обратите внимание те, кто, может быть, захочет взять ее к себе домой. Обращаться по телефону 8-939-754-85-80. Еще одна собака. Порода ротвеллер. Может, кто-нибудь сжалится и заберет это бедное животное. К сожалению, собака от природы инвалид. Но все-таки может гулять на улице. От нее отказалась хозяйка. Бросил ее на улице после посещения ветклинику. У нее... Ну, данная собака инвалид. У нее врожденные заболевания. Аномалии развития. Ее мы просто хотим показать, что вот есть у нас такая собака. Может быть, кто-то и захочет дать ей дом, чтобы она прожила, сколько ей отведено. Тут никаких прогнозов нет, сколько она проживет, как она проживет. Но она очень маленькая. Она послушная. Она игривая. Она как обычный синок. Она даже не знает, что она какая-то особенная, не такая. Единственное, ограничено в физических возможностях. Может, кто-нибудь найдется и возьмет этого бедолагу домой. Сейчас ему около года. Обращаться. 231-4100. Как вы считаете, вот на ваш взгляд, за этот год меньше стало собак на улицах наших городов? Или так вот периодически где-то что-то кто-то появляется, потом опять пропадает? Ну, смотрите, я, наверное, скажу так. Честно, я никогда не обращал внимания на количество собак, больших или меньше. Наверное, мне повезло, мои родители воспитали меня так, что я с детства знал, как взаимодействовать с бездомными собаками, как себя правильно вести, что там нельзя кричать, махать руками, лезть к собаке, если она этого не хочет. Поэтому я с детства как бы без проблем функционировал с собаками на улице и поэтому не обращал на это внимания. Но единственное, что я могу сказать, я обращаю внимание на то, что появляется все больше и больше собак с бирками на ушах, которые сигнализируют о том, что они прошли программу СВВ, что тоже какое-то спокойствие дает определенное. Бродячие собаки, вы как-то наблюдаете повадки? Полезно наблюдать за собаками, естественно, среди их обитаний получается, потому что домашние собаки, мы их все равно дрессируем, мы начинаем воспитываться щенка, и они многие свои повадки подавляют, вот именно естественное вот общение, то есть многие собаки вот уличные, они ярче покажут какие-то сигналы, то есть там дружелюбные или наоборот агрессивные. Домашних собак мы как бы учим подавлять это все. Поэтому да, очень полезно наблюдать за уличными собаками, как они общаются между собой, как они общаются с домашними собаками. Ну, конечно, лучше избегать этого, потому что люди не всегда понимают, какие там намерения собак. Ну, если такое все-таки случилось, вы знаете, что это собака условно-безопасная, ну, ничего страшного. У вас вот от начала, от первого дня начала работы вашего проекта, изменились сейчас какие-то взгляды? Вы что-то скорректировали в своей работе именно по отношению к людям или по отношению к собакам? На самом деле мы постоянно находимся в какой-то вот таком стадии развития, что-то меняем, потому что узнаешь новое, то есть невозможно всегда оставаться на одном месте. Вот, поэтому да, некоторые у нас взгляды меняются и на взаимодействие с людьми. То есть, там, у нас, например, была одна акция, мы выдавали людям, которые взяли собак из приюта, набор там, ошейник, поводок, в общем, такое самое необходимое. Вот, но через некоторое время мы поняли, что это не то, что нужно людям, им нужно как раз знание. То есть им нужны знания, им нужны занятия с собаками, это вот то, что как бы требуется. А вот эти все там ошейники, поводки, конечно, это привлекательно, когда ты берешь собаку из приюта, а тебе уже дают какой-то бонус к ней, но это не то, что нужно на самом деле. То есть все равно это вот все познается уже в действии. Ну, как бы пройдя сам в свое время школу кинологов специальную, вот, и помнить биологии, у нас есть типы высшей нервной деятельности. Вы как-то вот людей знакомите с этим типом и какую собаку подбирать по тот или иной характеру человека? Есть такая какая-то вот связь? Ну да, конечно. То есть у нас даже если возвращаться к этим видеороликам, просто тема довольно обширная, и как бы ответить на нее однозначно сложно, поэтому мы вот сняли видеоролики бесплатные, которые люди могут посмотреть и узнать. Там есть про выбор собаку в приюте, то есть как ее выбрать под свои нужды, какую собаку взять именно, то есть как она вот себя ведет при первой встрече, чтобы как бы взять именно ту собаку, которая станет себе другом, а не обузой в будущем. Потому что для кого-то как бы это подходит определенная собака, каждому свое. Поэтому да, мы как бы людям рассказываем, как это сделать, и говорим, что это очень важное решение, и нельзя вот так вот увидел ты красивую собачку, которая там очень красивая окраса, и ее нужно брать. Нет, нужно подойти к этому ответственности, все-таки поближе познакомиться и все взвесить. Надо сделать так, чтобы люди правильно задали себе вопрос, для чего им собака. То есть если брать, например, Барта, Барт подбирался именно как пес, компаньон для 4-летнего ребенка, моего сына Арсения. Соответственно, мне нужна была собака стабильная, спокойная, уравновешенная, практически не лающая, не скуляющая, то есть именно которая всегда себя, так сказать, держит в лапах, чтобы она ни в коем случае никогда не напугала моего ребенка, и они могли даже сплоть до того, что там вместе сходить в какое-нибудь место. Ну, со мной, понятное дело, на контроль. Если человек правильно себе задаст вопрос, для чего ему собака, для ребенка, для активного отдыха или для посещения массовых мероприятий, то после этого, соответственно, он и должен подбирать себе такую собаку. Какие выставки и какие мероприятия будут у вас происходить? Ну, у нас сейчас планируется два самых ярких мероприятия. Первое мероприятие – это 15-16 апреля в экспо Волги выставка «Друг человека», выставка животных из приютов, плюс там будет большой такой фестиваль для всех собаководов, кинологов и так далее. И также у нас планируется кинологический лагерь «Пес на Волге», проводится он в заповедных местах у нас в Самарской области. Туда может прийти любой собаковод с любой собакой и просто провести очень хорошо, развлекательное время со собой и своей собакой. Обращая внимание на собак беспородных, на метисов, мы не ущемляем права владельцев собак породных, породистых? Да. Нет, наоборот. Мы, так сказать, все внимание к метисам, к бородящим собакам, а внимание к таким… Скажем так, метисам… Добропорядочным владельцам, скажем так. Метисам еще очень далеко до породистого сообщества, да, то есть у нас все, все очень было развито вокруг породистого, да, то есть в том числе и виды спорта. Все равно, когда мы идем на какие-нибудь соревнования, там, по аджилити, например, да, мы видим, что у нас 90% это породисты, 10% метисы. Это в том числе и кроется в головах нас, самих людей, что это… нам туда нельзя с метисами. Поэтому нет никакого ущемления, то есть наоборот, хочется, чтобы люди как раз с метисами поняли, что эти собаки ничем не отличаются, они ничем не хуже и не лучше. Это такие же собаки, с которыми можно делать все то же самое. Ну что ж, спасибо большое. Предлагаю прерваться и посмотреть сюжет о подготовке служебных собак для одной из силовых структур Росгвардии. Что-то похожее происходит и в реальной жизни с поправкой на окружающую обстановку. Время суток, погодные условия и полное отсутствие посторонних глаз. Такие условия предпочитает потенциальный преступник, закладывая взрывчатое вещество. Человек не способен нюхать так, как это делают собаки. Поэтому обнаружить заложенную срывчатку доверяют своему четвероногому напарнику. Рабочие качества собак используют гражданские и военные кинологи во всем мире. Итак, работа в данной ситуации собаки оценивается на «Отлично». Была обнаружена закладка. И теперь для дальнейшей работы уже взрывотехника. Ну вот такой вот муляж. Однако, прежде чем достичь четкой и продуктивной работы служебной собаки, требуется не один месяц подготовки. Сначала дрессировка на послушании. Это основа содержания любой собаки, четкое исполнение команд и, как следствие, результативной работы. Посмотрите, как бельгийская овчарка Алмай реагирует на изменение положения своего хозяина. А ведь это составляющая комплекса безупречного послушания в жизни. И делается это не просто так. Недаром говорят. Все правила написаны через травмы, боль и кровь. В реальной боевой ситуации слаженность помогает выжить и выполнить боевую задачу. Главное же для собак в Росгвардии – это поиск взрывчатки гранат-мин. Выезжали с данной служебной собакой для участия в специальной военной операции в том году. Когда мы заезжали на опорные пункты, то есть мы обследуем самые первые до выставления опорного пункта. При обследовании служебная собака на одном из опорных пунктов обнаружила гранат под матрасом. Однако есть места, где собака должна идти первой. Таковы правила, чтобы спасти своего хозяина. Там где-то, например, запускаешь служебную собаку в подвальное помещение, ее первую. То есть она работает в свободном состоянии. Через какой-то промежуток времени уже заходит специалист-кинолог и уже дальше обследуем своим напарником. Для того, чтобы собаку подготовить на поиск взрывчатых веществ, используются различные приспособления. Ну, такие вот трубы или вот такой пластмассовый ящик. Ну, а для того, чтобы собака поняла, что она делается правильно, используется так называемый игровой метод. Когда собака обнаруживает взрывчатое вещество, оттуда улетает мячик. Игровой и вкусопоощрительные методы дрессировки – это основа обучения служебных минно-розыскных собак. Собаку подготовить зависит от многих спекторов, в том числе от хозяина, от кинолога, от дрессировщика. Иногда это один человек в одном лице. Также зависит от того, какой все-таки характер и терпера вит у собаки. Потому что каждая собака – это по-своему личность, которая проявляет себя каждый раз по-новому. Каждый раз дает новое поведение при одних и тех же задачах, при одних и тех же выполнениях. И кинолог, как и дрессировщик, должен иметь это в виду и быть готовым приступить к тому или иному отработанному моменту. Задача перед кинологом – социализация, адаптация, приучение собаки работы среди большого количества людей и даже собак. При подготовке собаку приучают работать в различных локациях, в помещениях, обнаруживать взрывчатые вещества в машинах, в том числе и в таких вот сумках. Чтобы собака работала, ее нужно любить, с ней нужно наладить хороший контакт. Необходимо понимать ее повадки и настроение. При этом сам кинолог должен быть стрессоустойчивым не только к агрессивным внешним ситуациям, но и огромное терпение иметь при дрессировке собаки. Получается, стрессоустойчивость в двойном размере. Это уже стиль жизни больше, я скажу. Уже без собаки как-то и, ну, тоскливо что ли. Даже в отпуск едешь и то уже думаешь, как он, что, где. В командировки ездили без собак. Соответственно, каждый день тоже думаешь, привыкаешь утром гулять, вечером гулять, заниматься с собакой. Ну и в конце концов он все-таки друг, член семьи, член подразделения. Такой же боец, как и все мы. Кто-то берет подопечного со щенячьего возраста. Иные приходят в часть и работают с той собакой, которую закрепило командование. Для работы приобретают в основном породистых собак, но не исключают и метисов. Каждая порода собак – это выбор каждого кинолога. Потому что кинолог выбирает для себя собаку-стул, с которой ему работать. Если он хочет работать полноценно и получать от собаки и от кинологии удовольствие, он будет выбирать собаку для себя. Такую, которая нравится ему. Остальное – все это мелочи, я думаю. Но в большинстве случаев метисы не такие плохие собаки. И они такие же собаки. Иногда некоторые метисы даже берут в себя больше положительного от двух пород, чем одна порода. Ну и как вы сами знаете, большинство пород, которые давно выводятся, они имеют свойство все-таки подугасать уже в своих служебных каких-то делах, каких-то моментах, которые касаются тренировок, именно специальных или общего курса дрессировки. Очень много зависит от нервной системы собаки. Исключают четвероногие с нервной системой меланхолика. Совсем безразличных к окружающему миру. Ну а в приоритете для службы в различных силовых структурах – предпочтительные сангвиники. Они спокойнее и сдержаннее. А значит, хорошо обучаемы. И надежные напарники при выполнении боевой задачи. Кстати, иногда сотрудникам полиции тоже требуется помощь или защита от котов и кошек. А вот совсем свежая новость. На днях в подмосковном городе двое полицейских пострадали, разнимая драку между котом и служебной собакой. Произошло это, когда оперативная группа прибыла по вызову. Кот начал провоцировать служебную собаку. Ну, сами понимаете, это поднимать спину, горбиться, шипеть. И в конце концов оба столкнулись в бойцовском поединке. Но я имею в виду собака и кошка. Но и здесь, конечно, полицейские не смогли терпеть этот кошачий собачий беспредел и вмешались до так, что сами были покусанными. Пришлось обратиться в медпункт для обработки незначительных царапин и покусов. И слава богу. Ну вот, кстати, а часто ли кусают собаки, метисы, ваших учеников, я имею в виду людей? Были такие случаи, что покусы? В смысле, которые уже взяты домой? Да, которые уже взяли, да. Не слышал ни разу такую историю. Возможно, к нам такие не приходят, конечно, но информации у нас такой нет. А как вы считаете, вот донести информацию для более широкой общественности, ну, скажем так, вот люди, которые не очень хорошо пользуются телефонами, не очень хорошо пользуются интернетом, люди, которые живут, допустим, ну, такая как бы средняя социальная, и даже часть людей, которые все-таки берут себе собаку. Иногда бывают это люди, которые асоциальные элементы, там, алкоголики, или там женщины-пьяницы и так далее. Вот как-то до них можно донести информацию? Потому что ведь, опять же, не все могут искать, и не все задаются таким вопросом, что надо куда-то обратиться, к какому-то кинологу, в какой-то клуб. Ну, все, в основном, собачники между собой так или иначе общаются. Поэтому задача каждого из нас – рассказать ближнему о том, как себя правильно вести. То есть ничего страшного в этом нет, что мы там кому-то на улице скажем, вот вы, пожалуйста, там, уберите за собачкой, там, или еще что-то. То есть, ну, не нужно сразу осуждать, может, человек на самом деле просто не знает. Поэтому, как бы, стоит просвещать всех вокруг, кого вы можете. И еще нужно, конечно, начинать с детей. То есть, вот, как мы говорим, что мы в школе учим детей правила дорожного движения, так мы должны им рассказывать о правилах взаимодействия с животными тоже. То есть, как с ними общаться, что можно делать, что нельзя делать, как выгуливать. Как вы считаете, есть ли какие-то правила по поводу того, что вот ребенок может выйти с собакой до определенного возраста или только после определенного возраста? Ну, насколько я знаю, сейчас запрещено у нас в городе до 14 лет детям выгуливать собаку в одиночку. В этом есть, конечно, доля правды, потому что если собака крупная и, там, не до конца обученная, там, пробежала кошка, этот ребенок вместе с этой собакой, там, куда-то унесся в кусты. Вот, или, не дай бог, там какая-то стычка, потастовка у собак, то есть ребенок тоже ничего не сделает. Поэтому, да, конечно, тут есть доля правды. И тоже дети все разные. Кто-то в 10 лет очень ответственный, там, и с собой собакой ходит на дрессировочные площадки и занимается, а кто-то вышел одной рукой в телефоне, другой рукой с собакой гуляет. Поэтому, конечно, все индивидуально. Но если брать в общем, то, наверное, да, все-таки стоит как-то ограничивать, наверное. Вот скажите, пожалуйста, а все-таки вот собак, метисов можно использовать на службе, в спасательной службе, где-то при поисках, там, каких-то других, там, поисковых операций принимать участие с собаками, вот именно метисами? Способны они выполнять такую собственную службу? Смотрите, точно я не смогу точно ответить на этот вопрос, потому что не совсем понимаю специфику, как идет обучение, какие у них там системы, нормативы. Но вот одно я могу сказать точно, что собаки-метисы из приютов уже занимают многие важные моменты. Вот, например, Барт учится на собаку-адвентера. То есть у него будет допуск к детям от 6 лет. То есть он официально сможет, если его пригласят в детский, в школу или в какое-то заведение, официально с документами посещать. То есть он проходит все эти тесты сейчас. Есть собаки, которые занимаются, я знаю, поисковыми работами, например, в Лиза Алерт. У них очень много метисов, и они работают у них по лесам, ищут по людей. Поэтому, мне кажется, там все в специфику уходит, но, мне кажется, такое возможно. Ну что же, время бежит, и на этом наша программа завершилась. Мы обязательно еще раз пригласим вас в студию, да, чтобы узнать новости о вашей работе. И еще раз обращаю внимание, что вся информация по видео-визиткам размещена в социальных сетях. Ну и, пожалуйста, напоминаю, будьте ответственными владельцами. Не забывайте быть добрыми. И самое главное, делайте замечания людям, которые нехорошо относятся к братьям нашим, меньшим собакам и кошкам. Не стесняйтесь, надо говорить об этом. До свидания, всего вам доброго и мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова